Всем здравствуйте. В этом видео покажу, как за 3-4 часа нужно высушить любую мокрую обувь, вычистить их и практически избавить их от всякого постороннего запаха. Этот ботинок был мокрый. 4 часа назад мокрый. Буду сейчас тоже самое делать с этим ботинком. Ботинок абсолютно сухой. Практически по виду они одинаковые, этот немножко влажный еще остался. Приступим. Предположим вы пришли домой. Абсолютно мокрый обувь. Я делаю по-другому. Я просто покрываю рухтаз с водой. Заливаю его водой. Абсолютно мокрый. Абсолютно мокрый. Покрею не бывает. Именно вот с этого момента мы его сейчас и начнем сушить. Как видите, какой он сейчас и какой он будет через 4 часа. Мокрый, так и мокрый. Сейчас он полежит у меня здесь 2-3 минуты, чтобы окончательно впитать влагу. И потом начнем все подробно рассказывать. Раз уж вам посчастливилось намочить обувь. Раз у нас все равно вас мокрая, просто возьмите и помойте свою обувь. Это очень хороший способ. Все равно мокрая, все равно мыть. Мойте снутри, снаружи. Это будет хороший шанс отмыть свою обувь. Обувь мокрый. Обувь вымыта. Как видите, мокрый не бывает. Одна вода. Сейчас будем сушить. Выжимаем все, что возможно. Убираем тазик и продолжаем. Далее берем всевозможные ветошь, тряпки, старые рубашки, все что угодно. Наша задача на первом этапе выдавить из обуви всю влагу. Вся влага, которую мы могли выдавить, мы выдавили. Вся влага, которую мы могли выдавить, мы выдавили. Следующий этап. Берем обыкновенную поваренную соль. Размещаем ее на сковородке, желательно чугунной. Разогреваем и доводим до достаточно высокой температуры. Заранее приготовим носок и будем засыпать соль в носок и укладывать в ботинок. Пока соль нагревается, надо перемешивать. Берем обыкновенный ботинок, слой в носок и вставляем его в ботинок. До конца застегиваем все, что застегивается и готовимся для засыпания соли. Раскаленную и горячую соль нагрелась. Раскаленную соль засыпаем в ботинок. Носок, который находится в ботинке. Смотрите, чтобы носки были целые. Чтобы соль не рассыпалась по всему ботинку. Просто ложкой засыпаем. И когда в тот ботинок засыпал, у меня шпар шел. Кстати, можно наблюдать, как даже пар идет из ботинка. Идет интенсивное испарение влаги. Килограмм раскаленной соли делает свое дело. Ботинки аж горячие. Прошло полчаса. Достаем свой ботинок. Соль еще теплая. Сразу хочу сказать, что соль стала влажной. Соль впитала в себя часть влаги. Часть влаги просто вылила. Ботинок теплый. Влаги вышло уже достаточно много. Остается влажным. Если бы мы поставили ботинки сушиться на батарею, они бы сохли всю ночь. Добавили весь день. Соль нагревается быстро. Отдает тепло так же быстро. Всем спасибо. Всем спасибо.